А вот о чем следующий сюжет, ни за что не догадаетесь. Ни за что. Почти 6 миллионов просмотров в сети за трое суток. Почти 6 миллионов. И это не новый клип Шнура. Это трейлер фильма «Союз спасения». О чем этот фильм? Нет, не о набравшем в этом году размах движений волонтеров. Этот фильм о декабристах. Тех самых, которые разбудили Герцена, а он, в свою очередь, пошел всех остальных будить. И так, за почти 200 лет дошло до почти 6 миллионов. Хотя со времен автора этой фразы на эту тему только ленивый не шутил. Так о чем этот фильм? О том, что учебник истории и история – разные вещи. Но главное о том, что в какой-то последней глубине никакой истории вообще нет. Страсти, амбиции, верности и предательства – они похожи во все времена. А история – это просто способ лучше и точнее увидеть себя со стороны. Вот и посмотрите. Немедленно разошлите бестовы. Поднимайте все непресекнувшие части. Таинственная история, до сих пор не разгаданная до конца. Как и 200 лет назад. Нет одной правды, что это было исторический анекдот, обросший литературными подробностями. Или декабристы и, в самом деле, лучшие люди своего времени. Там люди умирают. Там русские стреляют, в русских. Это не глава из школьного учебника, где на Сенатскую площадь вышла военная элита страны, был убит генерал Милорадович, а восставших в итоге расстреляли из кушек и повесили. Союз спасения – это детальное погружение в ключевое событие нашей истории. Попытка понять, от чего вдруг герои Отечественной войны, спасители мира от Наполеона, вдруг стали бунтарями. Его очень часто сравнивали, моего героя Пестеля, с Наполеоном. И он много от него взял. Ему было очень важно, чтобы все заразились его историей о том, что по-другому быть не может. Вот он придумал план. Этот план должен был свершиться именно так. Подлинная история восстания декабристов многократно перекраивалась и искажалась в 19-м, и особенно в 20-м веке. Но правда, до которой докопались создатели картины, радикально отличается от привычных нам образов. И совершенно точно перевернет представление зрителей об этом событии в истории России. Два, один, два! Уже на момент съемок ясно. Это будет абсолютно достоверное кино, напряженное и эмоциональное. Камера словно погружена в документальные события. Лучшие актеры своего поколения буквально становятся теми, кого играют, чтобы за историческими личностями зрители увидели живых людей. Сейчас таких ребят нет, к сожалению. То есть, ребята, которые были готовы погибнуть за мечту, за идею, которые были очень храбрые, смелые, сильные, которые могли в 23-19 лет командовать полками, вести за собой целую армию. Начали! Один из финальных эпизодов картины об участии в восстании Черниговского полка, который в декабре 1825-го находился за тысячи верст от Петербурга под Киевом. Все знают про Сенатскую площадь, а про восстание Черниговского полка достаточно малоизвестно. Очень сложная и человеческая, и в нравственном отношении, и в политическом отношении драма, в которой интересно разбираться, интересно не только воссоздать, но и попытаться создать некоторый образ, да, и образ времени, и образ этих людей. Подполковник Сергей Муравьев-Апостол, его играет Леонид Бичевин, поднял восстание, зная, что на Сенатской она уже жестоко подавлена, не отступил от плана, не струсил. Переживший успех, славу, победу, причем в юном еще возрасте, в погоне за этой справедливостью, за этим возмездием, даже если это справедливо, с его точки зрения он переступает какие-то границы, где он расчеловечивается, и он не может это перейти. Премьера первого трейлера «Союза спасения» состоялась в годовщину событий на Сенатской по старому стилю 14 декабря в социальной сети «Одноклассники» и уже невероятное число просмотров. На данный момент практически 6 миллионов просмотров. Охват, я думаю, что примерно сопоставим. Здесь, наверное, хочется сказать больше про обратную связь. Это в районе уже без малого 20 тысяч реакций. То есть классы, комментарии, репосты. Сегодня я видел даже очень забавно, что многие пользователи выразили надежду, что фильм появился чуть раньше, потому что более года ожидания. Многие сказали, я бы хотел посмотреть прямо сейчас. Готовы вы уберить за меня? Союз спасения Фильм от создателей таких успешных кинопроектов, как «Адмирал», «Высоцкий, спасибо, что живой» и «Викинг». Несомненно, уже самая ожидаемая картина будущего года и невероятно актуальная. Ведь она про тот период истории, который еще не закончился. Попытка диктовать свою волю и свои убеждения привела к глобальному катаклизму, в общем, масштабы которого больше, чем они даже предполагали в этот момент. То есть это как бы возмущение на площади, на самом деле, как эхо, мультиплицируется в истории дальше, а не определяет такой культурный код для следующих поколений. Бить нужно сейчас, князь. У России такого шанса еще лет сто не будет. Конечно, магическая эпоха. Это эпоха последних глав Евгения Онегина, это эпоха горя от ума, это такая вот классика, которая живая, которая постоянно существует вместе с нами. Премьера исторической драмы «Союз спасения» состоится 26 декабря будущего года, в тот самый день, когда на Сенатскую вышли сыны Отечества спасать то, что любили больше всего – свою страну. Все хотят свободы, но никто не хочет за нее платить. Алексей Зотов, Дальмира Бирюкова, Елена Штоклова и Сергей Нащекин Первый канал. Будем ждать премьеры.